За час с небольшим до начала экзамена по русскому языку выпускники разных школ со своими сопровождающими собираются у одного из двух пунктов приема ЕГЭ в Соликамском городском округе. Уже тут в действии первая мера антивирусной безопасности. Входящих разделили на два потока, которые никак не пересекутся в коридорах. За моей спиной в школу не через центральный вход заходят старшеклассники школы номер 7. Их выстроили в очередь с соблюдением социальной дистанции. Телефоны они все сдали, с собой только самое необходимое. Попить документы, ну и маски с перчатками. Без них в школу не пустят. Входящих встречают медики с антисептиком и термометром. Результат измерения фиксируется. После осмотра металлоискателем сразу в свою назначенную ранее аудиторию, чтобы в коридорах не кучковаться. В этот день 93 человека распределены по 12 классам, по 8 в каждом. Уже в кабинете маски и перчатки разрешается снять. Вот что думает о таких мерах один из выпускников. Меры безопасности, как будто я в Кремль вошел. Все дистанции соблюдаются, меры безопасности. Два шага, там все такое. Ну, считаешь, это нужная вещь? Ну, исходя из данной ситуации, которая вообще во всем мире, да, считаю, что да. Что нужно, чтобы успешно сдать ЕГЭ по-русскому? Да ничего, учить, тренироваться, руку набивать. Постоянно читать, писать, писать, писать. ЕГЭ в этом году сдают 374 выпускника, из них 29 человек – это выпускники прошлых лет. Либо те, кто заканчивает средние профессиональные учебные заведения и собирается поступать в ВУЗ. У Милены мы спросили, облегчило ли дистанционное обучение последних месяцев подготовку к экзаменам. Скорее всего, нет, потому что ничто не заменит живого общения с учителем, а по компьютеру общаться не очень удобно, так как на это всего-то минут 40 уделялось. Было сложно. Как думаешь, в чем залог успешной сдачи экзамена? Кто-то верит в то, что если положить монетку-пятерку в обувь, то у тебя обязательно будет пятерка. Но так, я думаю, что нужно просто готовиться, и упорный труд – это хорошая сдача экзаменов. Перед стартом демонстрации своего знания великого и могучего русского языка – традиционный инструктаж. Ровно в 10 часов организаторы вскрывают сейф-пакеты, и в аудитории проходит распечатка контрольно-измерительных материалов. Все в присутствии детей. Во время экзамена проходят и обрабатывают дверные ручки, дальше перила обрабатывают, входную группу. Группу обязательно все обрабатывают антисептическими средствами через каждые 2 часа. Сколько будет длиться экзамен? Экзамен длится 3 часа 30 минут. У нас сегодня в нашем пункте есть 2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для них экзамен продлен будет на 1,5 часа. Добавим, основной период сдачи ЕГЭ продлится по 23 июля включительно. Потом начнутся резервные дни. Первые результаты станут известны не раньше 17 июля. Надеемся, что они порадуют всех сдававших. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.